Евгения приобрела свой автомобиль три года назад в Японии. Заплатила пошлину 400 тысяч рублей. Однако для поездок по городу выбирает другую машину. Это вызывает слишком много внимания у защитников правопорядка на дорогах. Они мне сказали, мы предполагаем, что вы нарушаете уровень шума. Я говорю, так давайте проведем замеры, потому что я уверена, что никакого уровня шума я не нарушаю. Ну, ничего этого сделано, естественно, не было. Все было сфотографировано, все было на глаз определено. И все, я уже, получается, преступник. Вместе с другими любителями нестандартных автомобилей Евгения пытается отстоять свои права. Буквально несколько недель назад сотрудники ГИБДД получили негласную команду ФАС. Одному из первых предписание за неродной бампер выписали Владлену. Машина у меня с 2007 года. За все это время в таком состоянии, сколько я ездил, никто никогда не трогал. Литензий никаких не было. Я в таком виде проходил всегда техосмотр. В таком виде ее оформляли. И это было все нормально. И вот вдруг в среду я узнаю, что я управляю неисправным автомобилем с внесенными изменениями. О существовании техрегламента, которые запрещают любые изменения в конструкциях транспортных средств, без согласования в госавтоинспекции, вспомнили внезапно. Лебедка, шноркель, багажник на крыше и многое другое стали поводом для штрафа. Чтобы легализовать неродные детали, автомобиль необходимо привести в заводское состояние. Если человек нашел средство, чтобы переоборудовать его, почему он не может найти средство, узаконить этот факт? На встрече с представителями правопорядка автолюбители предложили решить проблему другим способом. Пригнать свои машины к зданию ГИБДД, облить их бензином и сжечь. Ведь на легализацию у владельцев джипов уйдут сотни тысяч рублей. А у нас вот написали бумажку, все, и никаких поблажек. Мы же люди-человеки. У нас такой красивый остров. Ну как? Не иметь такого автомобиля. По мнению джиперов, новые требования совершенно не учитывают особенности региона. Мое мнение, что проблема явно назрела. Сегодня идет нарыв. Причем это не только Сахалин, Камчатка, Чукотка, Дальний Восток. Это сегодня вдруг в одночасье, как вот пошли проверки. Причем явные противоречия трех статьй технического регламента таможенного кодекса. В пятницу представители заинтересованных сторон для решения проблемы встретятся за круглым столом. До этого дня облава наджиперов будет приостановлена.